Самые громкие ЧП и шокирующие видео за минувшую неделю. Это время происшествий на телеканале ОТВ. В студии Алла Согрина. Здравствуйте. Били, стреляли в воздух и угрожали расправой. 20 таксистов устроили разборки с двумя пассажирами на окраине Челябинска. По словам очевидцев, одного из пострадавших раздели, били битыми и окровавленного, бросили на крыльце подъезда. Как себя чувствуют пострадавшие и из-за чего вспыхнул конфликт, расскажем прямо сейчас. Капли крови на асфальте и ступенях подъезда. Здесь, рассказывает пенсионерка, избивали молодого человека. Женщина с собакой бросилась спасать соседа. Когда тут уже тащили его по ступенькам, лица не было даже живого. А избили, говорят, вот ребята, с мамой искали его. Вот и стрелял в таксиста. Двор этого дома в 2 часа ночи напоминал голливудский боевик. Здесь слышали крики о помощи, его сигнализации и даже выстрелы. По словам очевидцев, в компании из 20 человек напало на двух молодых людей. Одному из них удалось убежать, а другого схватили, били битыми по лицу и бросили на крыльце подъезда. Пострадавший сейчас в этой квартире лечится на дому. Родители не пускают журналистов даже на порог. Ну да вот мы знаем, почему они напали. Там штая шакалов была, вот и все. Заклопнув дверь, родители пострадавшего рассказали. На их сына напали таксисты. Якобы молодой человек возвращался с другом домой. По пути водителя машины вызвал коллег таксистов. И те уже поджидали пассажиров во дворе. В компании перевозок рассказывают. Приезжали коллеги на помощь. Но от чего или кого спасали таксиста, не объясняют. Вы сами-то слышали про это, про происшествие? Да, мы не интересуемся. Про перестрелку, про драку какую-то. Не слышали? Тормоте, смотрите. По словам полицейских, конфликт разжег сам пострадавший. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Стал драться с другом на заднем сидении машины. И оба повредили салон. Конфликт произошел между ним и другими молодыми людьми из-за того, что был поврежден зеркало на автомашине. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка. Возмещать ущерб оба отказались и даже не стали платить за проезд. Выхватили пистолет и стали стрелять в воздух. Таксист вызвал коллег, чтобы разобраться, кто в этой истории все-таки пострадавший. Сейчас устанавливают полицейские. Алла Согрина, Виктор Щелков, ОТВ. Финал громкого процесса. В областном суде вынесли приговор двум убийцам таксиста. Осенью прошлого года они зарезали мужчину, тело бросили в яму и подожгли. А на машине убитого скрылись. Сколько лет подельники проведут в колонии, расскажем далее. Переглядываются и что-то громко обсуждают, не обращая внимания на журналистов. К вниманию прессы подсудимые привыкли. Дело рассматривается полгода и каждый процесс проходит с аншлагом. Прошу встать. В областном суде финал громкого процесса двум жителям Челябинска выносят приговор. Оба обвиняются в жестоком убийстве таксиста. Судья зачитывает обстоятельства из нескольких домов. На мужчину напали вдвоем в салоне машины. Нанесли 15 ударов ножом, шею, грудь и голову. Таксист погиб на месте от большой потери крови. Жена и другие родственники погибшего утирают слезы и вглядываются в лица преступников. Те смотрят им в лицо и также хладнокровно выслушивают приговор. Суд приговорил Бухтаярова Алексея Сергеевича признать виновного в совершении преступления и назначить наказание по лишению свободы сроком 18 лет без штрафа. Второму преступнику назначили на год больше. 19 лет колонии строгого режима. Обоим приговор понятен, но сразу после оглашения бросаются к адвокатам. Обсуждают, когда его обжаловать. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Бухтаярова малолетнего ребенка, а также активное способствование осужденным следствию. Отягчающими обстоятельствами призвано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения и рецидив преступлений. Осужденные должны выплатить 2 миллиона рублей родственникам убитого и 20 тысяч рублей, украденные в день убийства из угнанной машины. Алла Согрина, ОТВ. На этой неделе задержан педофил, надругавшийся над тремя девочками. Мужчина работал машинистом и решил таким образом наказать подруг гулявших по железнодорожным путям. Видео с допроса далее. Это пьяный был, ну когда вот это случилось. Задержанный пишет чистосердечное признание и рассказывает следователю о мотивах преступления. Якобы так решил проучить 9-летних подруг. Девочки шли по рельсам на железнодорожной станции. Мужчина представился машинистом и припугнул, что вызовет полицейских. Девочки попросили мужчину не вызывать полицию, на что мужчина сказал им, что накажет их сам. С этой целью он стал подзывать каждую из девочек за вагон, который находился вблизи данной машинной станции. Ему удалось совершить преступление и сейчас педофилу грозит 20 лет колонии. Семье погибшего в Шереметьево-Челябинце отказали в компенсации. Такое решение на этой неделе принял суд Курчатовского района. В недоумении остались и родственники погибшего, и даже прокуратура. Сейчас они ждут разъяснений. Потом, возможно, подадут апелляцию. Мы увидели нарушение закона деятельности некоторых ответчиков, о чем заявили в суде. Мы полагали, что это влияло на те последствия в виде смерти пострадавшего. Однако судья принял решение в компенсации Четчиковым отказать. Но почему, никто разъяснять не стал. Семья Артема просила 40 миллионов рублей за его гибель. Жена и мать считают, молодому мужчине не успели оказать медицинскую помощь. Плохо Артему стало во время перелета из Барселоны в Челябинск в 2014 году. Супруги возвращались из свадебного путешествия. Самолет сделал вынужденную остановку в Шереметьево, а скорая помощь подъехала к самолету через два часа. Ответчиками в деле выступали аэропорт, станция скорой помощи и перевозчик. Сейчас все стороны ждут, когда им дадут мотивировочную часть решения суда. Ее должны предоставить в течение пяти дней. Там будет расписано, чем руководствовался судья. Но родственники уже заявляют, скорее всего, будут подавать апелляцию. У семьи Четчиковых остается надежда, что виновные в смерти Артема будут наказаны. Уголовное дело еще не закрыто. Скоро будут проведены очные ставки в рамках расследования. И, возможно, третья независимая экспертиза. В Магнитогорске женщину едва не раздавила лифтом. Во время движения кабина сорвалась и резко поехала вниз. Пострадавшую с трудом извлекли и доставили в больницу. Все подробности коммунального ЧП у Светланы Свечкаревой. Я вышла, а она не успела выйти. Лифт вниз. Ираида Лещенко показывает, в этом лифте едва не погибла ее дочь. Пенсионерка успела выйти из кабины, а 43-летняя женщина сделала только шаг. И пол ушел из-под ног. Кабина подъемника опустилась напролет вниз. Крыша упала на спину женщине. Жительница Магнитогорска оказалась зажата между дверьми и крышей. Только вот в этом месте видно вот в этом месте голова, вот так вот это, вот так вот рука и вот эти вот пальчики. Остальное все между вот крышей и вот этим порогом. Бежит вот между вот этими штуками, вот между вот этой штукой и этой штукой. Но крыша была здесь в этом месте. В жилом доме Магнитогорска лифт едва не разрубил 43-летнюю женщину. Кабина резко поехала вниз вместе с пассажиркой. Очевидцы пытались самостоятельно освободить женщину из плена, но не смогли. Монтёры долго не отвечали на звонки. Через полчаса приехали, извлекли пострадавшую. Сейчас она в больнице. Женщина не встаёт и не ходит. У неё ушибы позвоночника, рёбер левой ноги, постоянно кружится голова. С журналистами может общаться только по телефону. Плакали, кричали, конечно. Кричать нельзя было, потому что у меня не было дыхания. Поэтому мне приходилось говорить шёпотом. На этаже одни бабушки. И они, когда видели меня в таком положении, не могли понять, что делать. Мне приходилось ещё диктовать, что нужно было вызвать скорую с городского телефона. Инцидент произошёл в многоэтажном доме по улице Советской. Здание было построено больше 20 лет назад. Лифт в нём ни разу не меняли. Причин не было, рассказывает представитель обслуживающей организации. Раз в год лифты проходят ежегодное техническое освидетельствование. Данный лифт в середине этого года прошёл. Полное техническое освидетельствование. Удовлетворительно. У жителей другое мнение. Считают, что лифт в доме давно изношен. И обслуживающая организация плохо следит за подъёмником. Жалобы были и не раз. Был ещё случай обрыв троса. Лично сам видел, как трос оборванный. Ездил ещё недели-две. Так что я им сообщил, что они хоть бы что. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют полицейские. Допросили свидетелей, когда состояние пострадавшей улучшится. Поговорят и с ней. 43-летняя женщина уже наняла адвоката и готовит иск в суд. Коммунальщикам потребуют компенсацию за лечение и моральный ущерб. Светлана Свечкарёва, Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, ОТВ. Влетел под стоящий на обочине большегруз. Водитель ликового авто стал виновником смертельного ДТП в Челябинске. Кадры с места трагедии прямо сейчас. Район АМЗ. Первый час ночи. Ликовой автомобиль «Пежо» буквально вывернут наизнанку. Салон машины залит кровью. На асфальте осколки стёкол, женские сумки и детали одежды. Только что с заднего сидения извлекли тело 21-летней пассажирки. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Водители ещё две пассажирки сейчас в больнице. В том числе и 13-летняя девочка-подросток, которая находится в коме. По словам полицейских, 20-летняя девушка-водитель ехала со скоростью не менее 100 км в час. Не заметила стоящую на обочине фуру и влетела под прицеп. Опасная находка. Житель Каштыма обнаружил рядом с огородом 4 артиллерийских снаряда. После звонка пенсионера все экстренные службы города подняли по тревоге. Сообщение пошло по областным структурам на вызов сапёров, на вызов ОМОНа. Вокруг тут же выставили оцепление. Сапёры обследовали территорию. Мужчина сообщал о четырёх снарядах. Однако один из предметов оказался упаковкой для противогаза. А вот ещё три ржавых железки сапёров действительно заинтересовали. Позже выяснилось, что это артиллерийские снаряды 70-х годов. Возможно, здесь они остались после военных. Почти полвека назад на этом месте размещалась воинская часть. Снаряды вывезли на свалку и уничтожили. По обломкам специалисты выяснили, что мины были не опасны. От старости порох спрессовался, а взрыватели попросту сгнили. Сейчас администрация Каштыма готовит письмо в Центральный военный округ. Попросят сапёров обследовать территории бывших воинских частей. Нет ли там других снарядов. Видеодраки в Аргояжской больнице изучат независимые эксперты. Врач, которого обвиняют в избиении юриста, заявила, что ролик смонтирован. Сегодня скандальный кадр смотрели и участники конфликта, и их адвокаты, и судья. Почему виновного так и не определили, расскажет Артём Шуварин. Давайте я буду решать, что делать в судебном заседании. Мы вам не мешаем, мы можем выйти. Вы будете решать. Вы много чего решили на прошлом заседании. Такую бурную реакцию в зале вызывает вот эта видеозапись. Главный вещдок. Одна из фигурантов конфликта Зарина Вилаева в зале суда заявляет. Эти кадры – провокация. Видео, которое снял её коллега, он же второй участник конфликта, уже смонтировано. И понять по нему причину скандала невозможно. Провокации были. Это беременная, когда я зашла, это в тот момент он меня толкнул на лестничном проёме. Да, и я зашла для этого. Почему-то он эти моменты не рассказывает. Далее у нас идёт по национальному признаку. У меня муж турок, я остинка. У меня называют чебуречницей. В Органежском суде продолжается неординарный процесс. Юрисконсульт местной больницы судится с заведующей. По его словам, женщина постоянно оскорбляла и запугивала его. Идти на мировую стороны не согласны. Более того, Вилаевы просят отстранить от дела судью. Адвокат семьи уверен, служительница Фемиды – заинтересованное лицо. Оказывается, эта же судья уже рассматривала один иск против Вилаевых. Тогда он касался оскорблений в адрес юриста. Никто же не скажет, что она в том решении ошиблась, а в этом решении не ошиблась. Но она не имеет права по закону принимать дальнейшее участие в рассмотрении данного дела. Что ты делаешь? Иди отсюда! Что ты все перевоживаешь? Что касаешься ты? Что касаешься? Что касаешься? Что касаешься? Причиной конфликта заведующей и юриста мог стать прогул мужа Зарины Вилаевой. Мужчине вынесли выговор, и супруге это не понравилось. На протяжении уже полугода стороны судятся. Вилаева подала на юрисконсульта встречный иск о нанесении побоев. Коллеги хотят как минимум получить друг с друга денежную компенсацию. Следующее заседание суда состоится 30 октября. На нем супруги Вилаевы планируют предоставить результаты независимых экспертиз и возобновить следствие. Артем Шварин, Антон Захаревич, ОТВ. Спрятал под свитер, а потом взял на руки ребенка. Так, посетитель магазина бытовой техники вынес из торгового зала ноутбук. Кража попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подходит к стеллажу с ноутбуками. Несколько минут рассматривает технику, потом хватает один из ноутбуков и прячет под свитер. Участником преступления стал и годовалый сын похитителя. И мужчина прикрывает краденое и, как ни в чем не бывало, выходит из магазина. Ущерб 25 тысяч рублей. Если кто-то узнал преступника, просьба обратиться в полицию. Стащил препарат для улучшения потенции. Полицейские Озерска разыскивают мужчину, укравшего из аптеки биологически активную добавку. Кадры с камеры наблюдения прямо сейчас. Аптека в центре Озерска. Мужчина в белой бейсболке заходит в помещение и идет к стеллажу биодобавок. Пока оба кассира обслуживают клиентов, мужчина хватает с полки дорогой препарат для потенции. Кладет в карман, спокойно направляется к выходу и уходит. Сейчас дерзкого вора разыскивают. В ходе проведения оперативно-социальных мероприятий установить личность под развиваемого не представилось возможным. В связи с чем просим лиц, обладающих какой-либо информацией о личности данного гражданина, позвонить в полицию по телефону 28410 или 02.